Эпиграф. Когда к власти приходят сукины дети, собачья жизнь начинается у всех. Собственное наблюдение. Я ни для кого, наверное, не открою Америку, если скажу, что человечество развивается по спирали, и история имеет обыкновение повторяться дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Мне кажется, что сейчас мы на новом историческом витке повторяем события 80-летней давности, предшествующие началу ВОВ. И если тогда человечество окунулось в настоящую трагедию, то сейчас мы, скорее всего, станем участниками дешевого фарса. История нас учит только тому, что ничему не учит. Все говорит, что мы накануне войны с Украиной, этому свидетельствуют множество факторов, которые я приведу ниже, но рядовой российский и украинский обыватель гонит от себя эту мысль. Россияне со словами, да, что вы нам такое рассказываете. Мы уже семь лет воюем с Украиной, все никак победить не можем, потому что на войну не являемся. А украинцы уже настолько устали от войны, которую ведет их страна с северным соседом исключительно с экранов телевизоров и радиоприемников, что воспринимают ее как белый шум, война вроде есть, а последствий ее нет. Значит, и войны нет. Разница с событиями 80-летней давности состоит лишь в том, что тогда высшее руководство СССР в лице Иосифа Виссарионовича, понимая неизбежность грядущей войны, всячески старалась ее оттянуть, шло на подписание пакта Молотова-Риббентропа, в Европе больше известного как пакт Сталина-Гитлера, создавая буферный пояс вокруг границ СССР из вновь присоединенных к нему западных территорий, и они тогда помогли Сталину не проиграть войну в первые ее месяцы летней кампании. Когда войска вермахта увязли в изнуряющих боях на дальних подступах к Москве, но аукнулись нам уже через 80 лет, когда именно эти западные территории Украины и Прибалтики, за полвека так и не простившие Сталину аннексии, стали рассадниками махровой русофобии, но тем не менее, это же самое высшее руководство до последнего момента не верило в возможность начала войны, именно 22 июня 1941 года, хотя Сталину докладывали из разных источников о ее начале, вплоть до точного часа и даты наступления немецких войск. Но Сталин не мог поверить, что Гитлер его перехитрил и начнет военную кампанию даже без зимней амуниции. Но Гитлер, тем не менее, ее начал, предполагая закончить войну в течение трех-четырех месяцев. Блиц-крик, план Барбаросса, вы все это и без меня знаете. Чем это закончилось для обоих тоже. Сталин тогда в первые две недели войны впал в ступор, ситуация на всех фронтах развивалась катастрофически. Мы утратили в первые же часы войны полштатного состава авиации, которую немцы разбомбили прямо на аэродромах. Верхушка РКК была обезглавлена предвоенными чистками и репрессиями. Некоторых военачальников отправляли в действующую армию, прямо из камер следственного изолятора НКВД, а вместо Сталина в то время говорил Молотов, что высшее руководство РФ никаких иллюзий относительно Киева не испытывает. Оно отлично осведомлено о его планах. И в последнее время предпринимает просто титанические усилия, чтобы избежать негативного для себя развития событий. С той лишь разницей, что ничего изменить они не могут. Ключик от этой шкатулки находится в руках Вашингтона, и никакой Берлин и Париж на бесноватый Киев повлиять уже не в состоянии. Недавние онлайн-переговоры нормандской четверки в режиме видеоконференции без Зеленского, на высшем уровне это только подтвердили. Ни Меркель, ни Макрон никакого влияния на Киев не имеют. Меркель вообще уходящая натура и мечтает уже скорее спрыгнуть с этого бронепоезда, летящего под откос, проклиная тот день, когда она, сев за баранку своего германского пылесоса, связалась с Путиным и строительством СП-2. Переговоры Лаврова с его китайским коллегой тоже ничем не закончились. Пекин и дальше собирается сидеть на берегу и ждать, когда мимо проплывут трупы его врагов, США и РФ. Надеюсь, никто тут не верит китайским заверениям, что русские и китайцы, братья навек, мы это слышали еще 65 лет назад при Мао Цзэдуне, чем это закончилось, то же еще не забыли. Надеяться на то, что сейчас нам прокрутят дешевую фарсовую копию трагедии 1941 года, мы объективно можем, если бы не последствия для РФ, которые последуют прямо за ней. Самое смешное, что ни в 1941, ни в 2021 народ до конца не верил в возможность грядущей войны. Тогда под влиянием советской пропаганды, мы вообще собирались воевать на чужой территории и кавалерийскими сабельными атаками перемолоть танковые армии Манштейна и Гудериана. Тем тяжелее было разочарование, когда, ведя кровопролитные бои, Красная Армия откатывалась на восток перед наступающими группами армий Север и Центр Федора фон Бока и Вильгельма фон Лиеба. Сейчас я тоже был поражен реакцией россиян на мой последний текст, посвященный грядущим в ближайшее уже время событиям и тем катастрофическим последствиям, которые РФ в их результате может получить. Люди только что дули мне не крутили, рассказывая, что я агент СБУ и мое место на цензор, не веря в возможность подобного исхода, абсолютно точно зная, чем подобное может закончиться для Киева. Путин тоже не раз уже вербализировал возможный исход данного противостояния, пытаясь предостеречь Киев от опрометчивых действий. Но конец государственности совсем, видимо, не пугает взбесившуюся территорию, находящуюся под внешним управлением. Чего переживать о том, чего нет? Какая такая государственность и суверенитет? Украина уже забыла, что это такое. Зеленский и его окружение совершенно не самостоятельны в принятии подобных решений. Скажут напасть на Донбасс или Крым, сделают это. Какая разница, сколько при этом погибнет украинцев или россиян. Зато эти товарищи проведут остаток своих говенных дней в достатке и изобилии где-нибудь на Вашингтонщине или Лондонщине. Как правительство Украины в изгнании. Польское правительство тоже себя неплохо чувствовало в 1939-45 годах в гостеприимном Лондоне, руководя оттуда сопротивлением оставшихся на оккупированной территории поляков фашистской Германии. Поэтому нынешнее руководство Украины совершенно не волнует, где остановятся танки Путина, хоть на левом берегу Днепра, хоть на правом берегу Южного Буга. Зато последствия этого для РФ будут более чем катастрофические, железный занавес-2 и поражение в правах как страны изгоя со всеми вытекающими. Мы рискуем снова вернуться в 80-е годы прошлого века, когда наш ограниченный контингент вошел в ДРА. Отключение от SWIFT. Арест и блокировка всех наших счетов и активов на Западе. С перекрытием всех финансовых и прочих транспортных потоков. Прощай недостроенный СП-2 и прочий СП-1, Ямал-ЕС, про украинскую трубу даже не говорю, запрет на обмен технологиями, поставку запасных частей и комплектующих. Обслуживание и ремонт нашего авиапарка иностранного производства. У нас там половина его составляют Боинги и Аэрбас, кто будет продлять им авиаресурс. Это я набросываю только первое, что приходит на ум, всякую мелочь типа спорта, флага, гимна, допинга. Вообще забудьте, будет уже не длечь. Наконец-то у них появится реальный, нефейковый враг, с которым они смогут еще десятилетиями бороться, собирая под знамена этой борьбы весь цивилизованный мир, который вынужденно вновь сомкнет свои ряды вокруг мирового гегемона. Дряхлеющий Байден наконец-то сплотит свою нацию перед угрозой внешнего врага и займется тем, чем всегда хорошо занимался, борьбой с советской российской угрозой, а НАТО вновь обретет смысл своего существования. Мир снова станет биполярным и упадет к ногам США. И если для этого надо, чтобы какая-то там Украина напала на РФ, то считайте, что это она уже сделала. Чувство самосохранения это последнее, что присуще нашим небратьям. Причем обращаю ваше внимание, действовать они будут исключительно в нормах международного права, восстанавливая свою территориальную целостность. Воевать-то они собираются на своей территории. Чей Крым вы еще не забыли? А Донбасс чей? Вспомните недавние события в Нагорном Карабахе. Я что-то не слышал голосов международной общественности, возмущенной действиями Баку. Имеют право. Дурной пример заразителен, особенно тогда, когда тебя подталкивают к этому друзья, товарищи из Вашингтона и Лондона, снабжая военными инструкторами и словами поддержки. А через товарища Саакова, простите, Черестов. Эрдогана еще и самолетами-беспилотниками снабжают. Нам остается только гадать, начнет ли Киев наступление на Донбасс или сразу на Крым, чтобы Москва не отделалась Чевка. При этом не исключаю имитации нападения зеленых человечков на себя, как это сделал Гитлер в 1939-м, инсценировав нападение переодетых в польскую военную форму людей Гейдриха на немецкую радиостанцию в Глайвица, в ходе операции консервы, инициировав повод для начала в МВ, тут же Украине даже повода не нужно. Она и так имеет все международные права на восстановление своей территориальной целостности. Даже если первая начнет. Мы попали в патовую ситуацию. Не защитить Донбасс, про Крым даже не говорю. Мы не можем, этого не поймут, прежде всего внутри РФ, но и предотвратить вторжение ВСУ на его территорию тоже не в силах. Украина действует в своем праве, восстанавливая утраченную территориальную целостность. Маркеров тому целая куча. Я просто устал уже о них говорить. Начиная с Путина убийцы, совершенно не случайно оброненная Байденом, вы верите в такие случайности. И кончая эшелонами военной техники, которые Киев без всякой маскировки в дневное время суток гоняет вдоль линии соприкосновения. А если сюда еще и добавить весь тот бред, который льется из провластных киевских матюгальников, предупреждающих население о возможных провокациях северного невменяемого соседа, и законы, принимаемые Радой о тотальной мобилизации мужского и даже женского военно обязанного населения до 60 лет, то картина маслом будет полной. Киев готовится к войне, и не когда-то завтра или в следующем году, а именно сейчас. Время до ее начала пошло на месяцы, либо май, либо июнь, надеюсь не 22-го. Как сказал классик, никто не хотел войны, война была неизбежна. Самое ужасное, как правило, происходит, когда его совсем не ждут, и когда кажется, что самое худшее уже позади. Как учит нас история, когда все говорят, завтра 22-го июня, выпускной вечер, а дальше лето. Вот тогда, как правило, иначе рассказывать, чем она для Киева закончится, и где остановятся танки Путина. Я хочу вас попросить, не тратьте своего времени, я знаю, и Зеленский тоже знает. Но не он начинает эту войну. И не для того, чтобы ее выиграть. Ее начинают, чтобы ее проиграть, опровергая известное утверждение Карла фон Клаузевица, что война ведется до победы и точка. Эту войну начинают для поражения. Причем проиграют все, и Украина, и РФ, и ЕС, выиграют только США, причем, не пожертвовав для этого ни одним своим солдатам. Это будет блестящая победа маразматика Байдена, достойное занесение в анналы истории. Почему такой гениальный ход не пришел в голову Трампу, я не знаю. Один ход пешкой Украина, и Америка в дамках. Вы меня можете спросить, а что изменилось? Что произошло в мире такого, что именно сейчас Киев активизировался в этом направлении? Почему этого не случилось год назад или два? Что Москва сделала такого, что запустила этот триггер? Отвечаю, ничего Москва такого не сделала. Все, что она могла не сделать, она уже не сделала в 2014, признав фактически газпереворот на Украине, и в угоду своим экономическим интересам, продолжив сотрудничество с установившимся там фашистским режимом, вместо того, чтобы похоронить его, сохранив для себя режим Януковича, как она сделала уже семь лет спустя с режимом Лукашенко в Белоруссии. Сейчас просто вернулся в Белый дом, уходивший оттуда на четыре года лично участвовавший в событиях 2014 на Украине, Байден, и решил, что ружье, подвешенное им в первом акте, в четвертом акте должно, наконец, выстрелить. Иначе, зачем он его вешал? Маркеры, которые говорят о том, насколько все это серьезно, и чем все это может закончиться, я приведу уже в следующем тексте, сюда не влезла. Не прощаюсь.